ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЕ ЗОЛОТАЯ ЭРА ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЕ Благодаря произведениям литературы и фильмам, пираты Карибского моря предстают как мифические бесстрашные герои, либо как злобные головорезы, извергающие проклятия, чьи стальные протезы вместо рук и деревянные костыли, легенды о зарытых сокровищах, черные флаги с изображением черепа с перекрещенными костями, и песни о 15 моряках и сундуке мертвеца по-прежнему занимают детское воображение. Но пираты — это реально жившие в 17-18 веках люди, которые совершали нападения на торговые корабли, перевозившие товары по бассейну Карибского моря из колонии Нового Света. Легенды об их злодеяниях давно пережили их. Многие из них были всего лишь мелкими воришками-авантюристами, которые плавали на ворованных кораблях, жалкие хулиганы больших морей. Другие были известными злодеями, чьи поступки еще сильнее разлагали их человеческий облик, не принося ни счастья, ни богатства. Все награбленное золото они тратили на выпивку и увеселение, но были и те, кого выйти в море заставило бедность и желание обеспечить себе маломальски приличное существование. Однако зачастую их попытки приводили к еще более тяжелой судьбе. Так же, как и их современники, воры из большой дороги или американские бандиты 20-го столетия, самые известные пираты были самозванными антигероями, которые пользовались своей славой, но, будучи и пойманными, и казненными после справедливого суда, они навсегда остались в умах простого народа. В 1716 году с золотых песчаных пляжей Багам, которые сегодня оккупировали туристические прогулочные лодки, в британское правительство была направлена слезная просьба. Однако к действию власти побудили вовсе немногочисленные набеги испанцев на местные поселения или на корабли местных купцов и рыбаков. Гораздо больше волнения вызывало соседство настоящей пиратской колонии на острове Провиденс, всего в каких-нибудь 28 милях от Багам, которое не подчинялось ни одному государству. Эта проблема приобрела критические размеры. Количество пиратов настолько возросло, что они заполонили не только море облись Ямайки, но и сместились севернее. Если не будет предпринято экстренных мер, под угрозой срыва окажется любая торговая деятельность в Великобритании с жителями Северной Америки. В ответ на это заявление правительство Британии обещало помилование всем добровольно сдавшимся пиратам. Однако эта мера не принесла должного результата. Следующим шагом стал приказ всем командирам и офицерам хватать и арестовывать тех пиратов, которые отказываются добровольно сдаваться. Для выполнения этого распоряжения были выделены специальные силы. 11 апреля 1718 года из Бристоля отплыл на своем корабле капитан Вудс Роджерс. Из того же самого порта в свое время обычными матросами на торговых суднах, которые после они небезуспешно грабили, начали свое плавание много известных пиратов. Даже в известном романе «Остров сокровищ» корабль Испаньола с известным одноногим коком длинноногим Джоном Сильвером отправился именно из Бристоля. Вудс Роджерс, сын морского капитана, был небезвольным чиновником, а опытным капитаном, отличавшимся необыкновенной стойкостью. Он вспоминал об одном из своих походов. «Меня ранило прямо в левую щеку». Пуля прошла насквозь, снеся половину верхней челюсти. Несколько зубов рассыпались по палубе во время моего падения. Несмотря на это, он был назначен губернатором на Багамские острова с миссией освободить Карибский бассейн от пиратов, которым он сначала обещал амнистию. Подобные попытки избавиться от пиратов предпринимались и раньше, но не все они увенчались успехом. Так, например, 23 мая 1701 года, после 11 месяцев заключения, капитан Кит покинул тюрьму Ньюгейт в Лондоне, чтобы проследовать вниз по Темзе мимо Тауэра, который видел не одну сотню казней, до Уупинга, где бедняга и был казнен. Здесь, на берегу Темзы, Уильям Кит взошел на деревянный шафот, воздвигнутый на территории подвластной одному лишь суду военно-морского министерства. Сейчас об этом событии напоминает лишь название одного из местных пабов, капитан Кит. На том месте, где сейчас красуются роскошные дома и дорогие офисы, когда-то беспощадно вешали пиратов, которых привозили сюда со всего света. Когда схватили Кида, говорят, от его былого богатства осталось лишь жалких 400 тысяч фунтов. В своем последнем слове к народу пират утверждал, что убийство, за которое его осудили на смерть, было совершеннейшей случайностью, но главное обвинение строилось на его занятии пиратством. Зеваки из толпы не догадывались, что человек, которого повесили публично в назидании другим, сам когда-то охотился за пиратами. Как часть соглашения с лордом Белламонтом, губернатором залива Массачусетс, который являлся влиятельным членом парламента, отправящий на тот момент партии, Киду была гарантирована свобода как лицу, наделенному доверием, призвать к ответу пиратов, грабителей и корсаров. Киду было также позволено изымать товары и деньги, каковые будут обнаружены на пиратском борту. Это назначение было подписано самим королем Вильямом Третьим, которому отходило 10% изъятого Кидом. Однако последний слегка превысил свои полномочия, начав нападение и грабеж вражеских кораблей. Когда бедняге пришлось предстать перед смертью, его былых политических сторонников и след простыл. Зловещая петля начала затягиваться на шее пирата, и тот начал отчаянно извиваться. Веревка не выдержала и лопнула. На сей раз он выжил, однако ненадолго. Он был повешен на Рея. Но его позор на этом не кончился. Когда труп вынули из петли, его облили смолой и выставили для всеобщего обозрения на самом берегу, где его позор должны были смыть приливные волны. Кид стал последним пиратом, которого привезли к месту казни через весь мир. В 1700 году, когда он уже находился под арестом, был издан указ, согласно которому для более эффективной борьбы с пиратством последних надлежало не возвращать в Англию, а вешать там, где злодеи были схвачены, разумеется, после суда. Теперь пираты уже не были в безопасности на территории, которую они считали своей. Теперь этой проблемой предстояло заниматься Вудсу Роджерсу, который пообещал амнистию всем, кто добровольно сдастся на милость властей, и жестоко преследовал любого, кто откажется сложить оружие, либо возьмется за него снова. Всего через пару месяцев после приезда на место своего назначения Роджерс получил возможность продемонстрировать свой подход к решению этой проблемы, когда на одном из небольших островов была обнаружена банда пиратов. Эти люди были признаны виновными в том, что воспользовались милостью короля, а потом все равно вернулись к прежнему ремеслу. За что в 10 часов утра 12 декабря все они были проведены по лестнице, ведущей к стене, на которой установлены виселицы. По знаку палача помост опустился, и все восемь остались висеть на канатах. Вскоре после приезда нового губернатора хорошо вооруженный корабль Джонатана Барнетта пустился в погоню за весельным судном. Поравнявшись с беглецом к исходу ночи, Барнетт поинтересовался, кто же был капитаном на том судне. В ответ услышал – Джон Рэкхэм с Кубы. Рэкхэм, также известный как Пестрый Джек, стал прототипом героя Джека Воробья из известного фильма «Пираты Карибского моря». Разумеется, Джек Воробей плавал под флагом Пестрого Джека, на котором под изображением черепа красовались перекрещенные кинжалы. В реальности Рэкхэм был средней руки пиратам, нападавшим в основном на небольшие торговые и рыболовные суда, и получившим известность только лишь благодаря яркой внешности и славному прошлому двух членов его команды, которые продолжали яростно обороняться, даже после того, как их судно было атаковано. Некий свидетель на суде показал, что это были две женщины в мужской одежде, с повязанными вокруг головы платками. У каждой в руках было по мачете и пистолету, они сквернословили и грозились убить нападавших. Этими пиратками были Энн Бонни и Мэри Рид. Обе женщины были воспитаны как юноши, с тем, чтобы потом найти себе работу лакея, и вели им уже подобный образ жизни. Но несмотря на то, что подробности той истории не слишком известны, очевидно, что вопреки предубежденности пиратов относительно женщин на корабле, Энн Бонни сопровождала Рэкхэма в большинстве его походов, как полноправный член команды, правда, в мужской одежде. У обеих женщин была довольно внушительная репутация. На суде даже прозвучало заявление, что во время нападения среди пиратов не было найдено человека, кто бы с большим рвением и готовностью выполнял приказы командира, чем Мэри Рид и Энн Бонни. 16 ноября 1720 года Рэкхэм и члены его команды были приговорены к смертной казни. Пятеро из них были повешены уже на следующий день в Галлус-Пойнт, в Порт-Рояле, оставшиеся шесть через день в Кингстоне. Тело Рэкхэма было облито смолой и выставлено для публичного устрашения на набережной мертвеца в Порт-Рояле вместе с трупами нескольких других сваченных пиратов. От дока висельников на берегу Темзы до самой оружейной набережной на Ямайке эта привычная картина служила последним напоминанием о том, какая участь ждет пиратов. Что касается Энн Бонни и Мэри Рид, то в их запасе оказались последние козыри. Когда обеим преступницам вынесли смертный приговор, они попросили его смягчения на основании своей беременности, что и было сделано. Однако Мэри Рид все же умерла от лихорадки вскоре после этого. А судьба Энн Бонни остается неизвестной. Несмотря на свои успехи в деле избавления острова Провиденс от пиратов, губернатор однако признавал, что на острове все равно остается группа преступников, численностью примерно две тысячи человек. ни одна колония не в силах сдержать атаку такой толпы головорезов, да еще под предводительством Эдварда Титча, известного также под именем Черная Борода. Эдвард Титч, о подвигах которого Вудс Роджерс, несомненно, был наслышан, был одним из самых успешных пиратов того времени. В 1798 году он даже стал героем спектакля, шедшим на лондонской сцене. В 30-х годах 19-го столетия дети вырезали фигурки из дешевых картинок, чтобы повторить легендарные подвиги в кукольных театрах. А уже спустя сто лет после этого приключения Черной Бороды можно было увидеть в одноименном фильме и сериале, снятым подошедшим до нас преданием. Своё прозвище Черная Борода получил за свой суровый вид, который только усиливал атмосферу таинственности, окружавшую его. Его современники, описывая его бороду, неизменно вспоминали то, что она была необыкновенно длинной. Обычно он разделял её на небольшие хвостики и закидывал за уши. Он не только ходил со связкой из трёх пистолетов, но к тому же засовывал в шляпу горящие спички. И в таком виде являл собой такое ужасное щаде ада, какое не всякое воображение способно нарисовать. Чёрная Борода Чёрная Борода начал свою морскую карьеру с капитана Капера в Бристоле, откуда отправился в свой поход и Вудс Роджерс. К тому времени, как последний оказался на Карибах, Чёрная Борода стал настоящим пиратом. Любой его поступок только добавлял ему репутации. Захватив французское судно и переименовав его в месть королевы Анны, он оснастил его сорокопушками, превратив его в настоящий военный корабль, один из самых мощных среди пиратских. Устроив базу на Карибских островах, он держал в постоянном страхе их жителей и населения американских прибрежных колоний. Одна из самых успешных его операций была проведена в Чарльстоне, где нападению и грабежу подвергались все корабли, пытавшиеся войти в порт или выйти из него. Разграбив восемь кораблей, взяв в плен практически всё население города, Чёрная Борода добился от властей города Большого Выкупа. Заручившись поддержкой губернатора Каролины, благодаря своей репутации и хорошего капитана, Чёрная Борода обрёл ещё большую безнаказанность. Суровый любитель выпить, который презрел все законы, Чёрная Борода был воплощением пиратского духа. Масло в огонь подливали его 14 джон. Подтверждением его жестокости может служить одна из его выходок. Однажды, среди ночи, он открыл стрельбу по своей команде без всякого предупреждения. Один из матросов был ранен в ногу. Наконец, шлюп Роберта Мейнарда, лейтенанта Королевского флота, столкнулся с кораблём Чёрной Бороды близ острова Окра-Коук в Памлико-Саунд. Легендарный корсар встретил незваных гостей с бутылкой ликёра в руке, извергая проклятие. Он заявил, что скорее отдаст душу дьяволу, чем сдастся. После этого грянул залп, который оставил после себя разрушение и многочисленные жертвы. Под покровом дымовой завесы пираты атаковали корабль Мейнарда, вооружённый бутылками из-под рома, начнёнными горючей смесью с порохом и гвоздями. Их цель находилась в трюме. Когда дым рассеялся, Чёрная Борода оказался перед своей судьбой, в лице Мейнарда. В него успели попасть 25 пуль прежде, чем тот замертво упал на палубу. В одной из газет того времени писали о том, как один из людей Мейнарда, будучи родом с этого острова, выстрелил в Титча из своего оружия, а затем перерезал ему горло, за что пират его похвалил. Молодец, сынок. На что матрос ответил. «Если бы это было сделано плохо, я бы сделал это лучше». С этими словами он ударил во второй раз, и его голова свалилась с плеч. В хрониках того времени утверждалось, что во время схватки погибло так много народа, что море вокруг корабля окрасилось в цвет крови. Январьским утром 1719 года лейтенант Мейнард отправился вверх по реке Джеймс, городу Уильямсбург, в штате Вирджиния, на корабле Эдвин Чур, некогда принадлежавшем черной бороде, чья голова теперь украшала мачту. «Я прибыл сюда из Северной Каролины, на корабле Эдварда Титча, бывшего пирата, чью голову я повесил на бушприте его же судна». Мейнарда чествовали как героя. Трейдгар Хаус близ Ньюпорта был родовым имением семьи Морганов, один из членов которой, Генри Морган, так же, как и Черная Борода и Кит, стал очень успешным капитаном. Так же, как и Кит, он был арестован за пиратство и направлен в Англию, где должен был предстать перед законом. Однако он закончил свои дни как сэр Генри Морган, бывший лейтенант губернатора Ямайки, владелец многочисленных плантаций. Будучи скорее солдатом, нежели моряком, этот искатель приключений использовал возможности, которые таил в себе тот самый слаборазвитый, но самый экзотичный из всех на то время уголков мира. Будучи родом из семьи военного, имея дядю лейтенанта губернатора Ямайки, в 1654 году Морган отправился из Британии в составе экспедиции, призванной ослабить интересы Испании на Карибах. Очень скоро Морган получил приказ атаковать один из испанских портов, после чего заслужил славу успешного руководителя и стратега. Это было начало мэра экспансии и завоеваний, во время которой Британия начала соперничать с Францией, Португалией, Испанией и Голландией за господство в Северной и Южной Америках, в то время как те вели спор за Карибский бассейн. Острова и колонии на этой территории очень быстро меняли свои названия и страны, которым принадлежали. В 1655 году, под руководством Оливера Кромвеля, Британия отвоевала Ямайку Испании, превратив ее в свою колонию. Но в приобретенном британским колониям на Барбадосе и Ямайке приходилось искать защиты у таких капитанов-каперов, как Морган. Даже в 1716 году, когда миссия Вудса-Роджерса по уничтожению пиратов была в самом разгаре, в составе флота, защищавшем весь Карибский бассейн, насчитывалось всего два военных корабля и два судна поменьше. Чтобы увеличить численность кораблей, был отдан приказ, дающий свободу нападать на вражеские суда и отбирать их. Подобные экспедиции становились деловыми предприятиями, цель которых состояла в завоевании новых земель или усмирении непокорных народов. Очень скоро произошло четкое разделение между капитанами-каперов, которые впоследствии получали рыцарские титулы, и ворами и бандитами, которые нападали на корабли с целью получения наживы. Но граница между законом и пиратством была настолько нечеткой, что капитаны, снискавшие славу во время войны, не гнушались также в мирное время совершать пиратские набеги. Искатели приключений этот район привлекал большими запасами золота, которые хранились в бывшей испанской колонии Новой Испании, которая располагалась на территории Мексики. Золото, серебро и драгоценные камни ацтеков и инков вместе с полезными ископаемыми и добытыми рабами на шахтах переправлялись на кораблях в Испанию. Основной целью пиратских набегов был Кампиш на полуострове Юкатан, который сейчас привлекает толпы любителей жаркого солнца, а прежде служил прибежищем империи Майя, чьи памятники богу солнца остаются там по сей день. И Майя, и ацтеки были уничтожены жадными до золота испанцами. Благодаря тому, что именно отсюда, из Кампиша, отправлялись сюда, груженные золотом, город в течение 50 лет был объектом постоянных нападений пиратов. Одно из самых жестоких сражений того времени произошло в 1685 году, когда французский флебустьер Грамон был вынужден провести несчетное количество казней, чтобы убедить пиратов сдаться. Большинство пиратов, отправившихся в июне 1668 года под флагом Генри Моргана на атаку испанского колониального Портовелло, не были ни самоотверженными солдатами, ни патриотами, однако они действовали под королевским флагом. Морган, флот которого насчитывал 12 кораблей и 700 моряков, был решительным капитаном. Портобелло, или «прекрасный порт», стал их целью благодаря галеонам, перевозящим испанское золото. Защищенный тремя башнями, которые обычно возводились вокруг испанских поселений, Портобелло был достаточно укреплен и имел достаточно оружия, чтобы защитить корабли от любого набега пиратских кораблей со стороны моря. Вот почему, вместо того, чтобы открыто нападать на город, Морган посадил своих людей на каноэ и высадил их под покровом ночи дальше по побережью. Нападение с суши дало пиратам необходимое преимущество. Однако крепость в Сантьяго не сдавала свои позиции до тех пор, пока пираты не вынудили людей и образовать живой щит. Под угрозой сжечь город дотла пиратам удалось получить от тогдашнего главы Панамы выкуп 100 тысяч песо. В общей сложности пиратам удалось получить в результате этой операции 250 тысяч песо, что соответствует 4 миллионам современных фунтов. Эта новость стала поводом для народного ликования в Англии. Но самую смелую операцию Моргану пришлось предпринять в 1670 году, после нападения одного из португальских пиратов на поселение на Ямайке. С разрешением нападать и уничтожать любое вражеское судно в пределах досягаемости, Морган отправился в самое сердце испанской колонии, город Панаму. Это была не деловая поездка. Она наглядным образом демонстрировала непростую зависимость коммерческих колониальных интересов от таких людей, как Морган. Панама была взята. После сложного перехода через джунгли, который увенчался успехом с военной точки зрения, выяснилось, что все сокровища успели переправить в Испанию. И несмотря на жестокие мучения местного населения, Моргану удалось получить только 30 тысяч фунтов, а его людям всего по 15 фунтов. И тот факт, что сам Генри Морган и губернатор Ямайки, который дал приказ об этой операции, были арестованы в 1672 году и доставлены в Британию, говорит о том, как быстро менялось отношение к пиратству. Но даже после этого Чарльз II не стал казнить Моргана, а вместо этого пожаловал ему рыцарский титул и поспешил вернуть его на Ямайку с миссией продолжить защиту колоний от набегов врагов. Однако со сменой политического климата и окончанием военных побед Испании преемники Моргана уже не смогли разделить его славу. В 1713 году правительство не санкционировало даже операции против Франции и Испании, если не считать отдельных набегов на пиратские суда. Порт-Рояль, отстроенный на деньги Генри Моргана, в чьих тавернах, игровых домах и борделях, оставляли все свои деньги его матросы, теперь превратился в один из крупнейших центров торговли этого региона. Будучи одним из самых жалких городов Нового Света, Порт-Рояль, укрепленный Морганом, постепенно превратился в основной канал поставки ямайского сахара. Ямайка с бесчисленными рабами, практически ежедневно прибывающими из Африки, была одним из значительных британских капиталовложений, уже не боялась нападок со стороны морских разбойников. Карибы стали настоящим раем для пиратов, которые к моменту смерти Моргана населяли все прибрежные территории и необитаемые острова. Естественную защиту им предоставляла уникальная география Карибского побережья. КОНЕЦ ФИЛЬМА Goodbye to them black girls, the yellows and the browns, T-I-O-I-A-I-A, Now our old sally racket of Kingston town, T-I-O-I-A, I spent quite a packet on her new silk gown, T-I-O-I-A-I-A, They loaded our packet with sugar and rum, T-I-O-I-A, Goodbye to Jamaica, it's girls and it's sun, T-I-O-I-A-I-A, Многочисленные бухты давали убежища и удобные гавани, в которых пираты могли укрываться и отдыхать между набегами. Тонкая прибрежная полоса между лесом и кромкой воды давала возможность и укрыться, и найти защиту в море в случае опасности. Во времена Моргана такие бухты служили базами пиратам, порождая многочисленные легенды о спрятанных кладах. Острова тоже играли немаловажную роль в жизни пиратов, особенно тех, кого обрекали на смерть на необитаемом острове. Статья 7 Пиратского кодекса Бартелломью Роберта, подписанная всеми членами его команды, гласит, «Уход с корабля во время сражения должно наказываться смертной казнью или ссылкой на необитаемый остров». Но, несмотря на то, что некоторым все же удавалось спастись благодаря помощи моряков, пусть даже ценой свободы, были и те, кто умер в совершенном одиночестве. Острова, которые служили надежным укрытием от посторонних глаз, могли обернуться и настоящей тюрьмой, и даже могилой. Пират-капитан Лоутер, чей корабль подвергся преследованию, просто исчез в прибрежном лесу. И, несмотря на то, что большая часть его команды все же предстала перед судом, он сам оставался на острове, где и был найден спустя некоторое время с простреленной головой. Помимо того, что климат Карибских островов предоставлял превосходные условия таким пиратам, как Черная Борода и Робертс, особенно зимой, их тактическое положение позволяет объяснить желание многих искать лучшие доли, пусть даже под страхом смертной казни. Багамы идеально подходили для нападения на испанские суда, плывущие из Мексики. Большинство из них подвергались нападениям в пролеве Винвард, между Кубой и Латинской Америкой. Черная Борода и Робертс использовали эти острова для атак на корабли, идущие из Северной Америки и Ньюфаундленда. Робертс иногда отправлялся к африканскому побережью, чтобы там совершать набеги на корабли, везущие слоновую кость, золото и рабов. Типичный пиратский корабль не обязательно был большим боевым кораблем, который показывают в кино или описывают в книгах. Пираты пользовались тем, что попадало под руку. Предпочитая, однако, суда поменьше. Ввиду их маневренности и быстроходности. На таких плоскодонных кораблях легко было уходить от погони, особенно на мелководьях и отмелях. Обычное судно было оснащено двумя квадратными парусами, одним или парой с такселями, парой мачт и до полутора дюжин палубных орудий. Жизнь пиратов была очень непростой, однако полной романтики. Итальянский священник, которому довелось в конце 17 века плыть по Карибскому морю в Новую Испанию, вот как описывал условия на борту Галеона. На борту царили голод, жажда, болезни и холод. На обед мы ели фасоль, в которой было так много личинок, что они плавали на поверхности похлебки. На небольших кораблях условия были и того хуже. Командор Энсон вспоминал, как в одном из походов в 1740 году от ценгей, болезни, вызываемой нехваткой витамина С, содержащегося в свежих овощах и фруктах, погибло 200 человек. Основными признаками этого недуга являются бесцветные пятна на коже по всему телу, судороги и гниющие десна. Вполне обычной была картина, когда матрос, который еще минуту назад выполнял свою работу, падал замертво. В своем дневнике, опубликованном в 1774 году, юнга Джон Филлипс описывал тяжелые условия на борту Глоссестера. Вся команда больна. Ситуация ухудшает растущее число крыс. Результат их нападений на трупы, лежащие повсюду на корабле, является собой ужасную картину, которую не в силах вынести ни один человек. У одного выедены глаза, у другого съедены щеки. Неудивительно, что в таких условиях многие начинают искать забвение в Роме. В 1722 году британским военным кораблем Своллоу был захвачен корабль уэльского пирата-капитана Блэка Барта Робертса, половина команды которого была просто-напросто пьянна. Несмотря на то, что Робертс не дотягивал до своего легендарного коллеги черной бороды, он тоже отличался изрядной жестокостью и хорошим чутьем. Родом из небольшой деревеньки Пемброкшир, что в Уэльсе, Робертс погиб от картечи, попавшей ему прямо в шею. Один из его команды поклялся довести дело до конца, но когда он увидел, что их командир мертв, обливаясь слезами, бросил тело в воду, как ему и приказывали. Всех захваченных членов команды повесили публично. Эта казнь была одной из самых массовых в то время. Пират Робертс всегда любил выделиться в одежде. Одетый в темно-красные парчевые жилеты-бриджи, с красным пером в шляпе и с алмазным крестом на золотой цепи на шее, он отдавал свои приказы с саблей в одной руке и парой пистолетов, висящих сбоку. Этот пиратский обычай был продиктован необходимостью, и им необходимо было иметь под рукой несколько заряженных пистолетов. Большинство подобных эксцентричных нарядов главари пиратских банд позаимствовали у своих жертв. Презрение и открытое противление закону отлично выражает пьяная поговорка самого Робертса. «Черт побери тех, кто живет с петлей на шее?» Таких, как он, привлекали в этой жизни и свобода, независимость, а также ощущение безнаказанности за любую жестокость, обилие выпивки и возможность разбогатеть. Многие пираты стремились выразить свою принадлежность к определенному виду занятий, при этом неизменно на их флагах красовались изображения черепа и перекрещенных костей. Так уж было заведено, что принадлежность корабля тому или иному государству можно было определить по поднятому национальному флагу. Посему у многих пиратов, и у Кида в том числе, имелся целый запас таких флагов, которые позволяли при встрече с ничего не подозревающим судном подойти как можно ближе и только тогда поднять свой пиратский знак. Такая внезапность неизменно себя оправдывала. Знаменитый кроваво-красный флаг Робертса по-французски назывался «Джоли Руш», что значило «очень красный». Отсюда и пошло общепринятое название «Джоли Роджер» или «Веселый Роджер». Существовало много вариантов изображения черепа с перекрещенными костями. Робертс гордился своим личным флагом, который он поднимал вместе с Георгиевским. На первом его флаге были изображены две фигуры «Он сам» и «Смерть». У обоих в руках наполненные бокалы, а у «Смерти» к тому же копье. После многократных попыток губернаторов Барбадоса и Мартиники схватить его, он обозлился и переделал свой флаг, изобразив себя стоящим на двух черепах, принадлежащих жителям Барбадоса и Мартиники. Сделано это было не забавы ради. Когда губернатор Мартиники оказался пленником Робертса, тот повесил своего врага на собственной ног Рея. Робертс оказался последним из известных пиратов Карибского моря, положив конец жестокости и жажде наживы, которая в течение 30 месяцев, с июня 1719 года по февраль 1722-го держали в страхе мирное население и торговые корабли в этом регионе. Его негативное влияние распространялось от Ньюфаундленда на севере до Бразилии на юге и по ширине всей Атлантики вплоть до берега Слоновой Кости. В одном из своих походов ему удалось захватить 15 кораблей, включая голландское судно с 42 орудиями на борту. В общей сложности жертвами легендарного Роберта стали 400 судов. И какой бы короткой ни была карьера этого злодея, однако ему удалось продержаться дольше черной бороды и пестрого Джека, которые наводили страх 15 и 29 месяцев, соответственно. Несмотря на хорошие способности тактика, которые проявлял Робертс, действия обычного пирата скорее отличались недостаточной подготовкой, отсутствием всякой стратегии и логики. Их атаки, несмотря на умелое управление судном, носили хаотичный характер, а направлены были против случайных жертв. Во время карибской экспедиции, говорят, Робертсу удалось завладеть двумя шлюпами. Еще через пару дней в его сетях у побережья Рот-Айленда оказалась бригантина. Потом бристольский пограничный корабль, шедший из Барбадоса. Среди добычи были одежда, деньги, 25 тюков товаров, 5 бочек пороха, шнур, трос, 10 бочонков овсяной муки, 6 бочонков говядины. Эта добыча совсем не похожа на легендарные сокровища Дрейка или пресловутые сундуки с золотыми монетами. Однако многое из перечисленного играло жизненно важную роль в существовании любого пирата. Часть добычи обеспечивала злодеев едой и питьем. Веревки и шнуры шли на мелкий ремонт, а порой использовались в новых нападениях. Обычно просто продавались, либо в крупных центрах торговли, таких как Порт-Рояль, либо жителям приграничных поселений. Реальные стычки нападения пиратов не отличались высокой хореографией или сверхчеловеческими подвигами, как это пытались изобразить Дуглас Фэрбэнкс в первых немых фильмах или Эрл Флин и Стюарт Грэнджер в золотую эпоху голливудского кино. Обычно во время схваток вход шли и сабли, и пистолеты. Ближе к истине описание беспорядочного нападения Робертса в 1720 году на корабль, шедший из Лондона. В таких случаях пираты не гнушались обобрать до нитки и пассажиров таких кораблей. Ругаясь, сквернословия и угрожая смертью, они отбирали у тех деньги и драгоценности. Но порой и сами пассажиры могли стать более желанной добычей, нежели товары. Многие суда были забиты рабами, которых ждали на плантациях сахарного тростника и табака на Ямайке. Огромное количество бедняк, проданных в рабство своими же соплеменниками, перевозилось в ужасных условиях из Африки на Карибы и в американские колонии. Несмотря на желание некоторых присоединиться к пиратам, многим была уготована судьба работника на плантации или гибели во время пиратского захвата. В команде, состоящей из сотни пиратов, дисциплина зачастую поддерживалась только посредством страха. Несмотря на то, что большинство бандитских главарей были избраны командой, они все-таки боялись возможного убийства или бунта. Посредством которого они сами, возможно, и получили свою власть. Черная борода нередко хвалился тем, что собственноручно убил нескольких своих матросов для поддержания порядка на корабле. Робертс создал так называемый тайный совет, в состав которого вошли самые отчаянные задиры. В полусхватке было понятно, что авторитет главаря неоспорим, однако получить его можно любым способом, и вот тогда уже вступал в силу закон джунглей. Как и их жертвам, пиратским капитанам было не до сна. Как говорил сам Робертс, что возник не у вас желание вздернуть меня на рею, я был готов к этому. Чтобы навести некое подобие порядка в обществе, которое не подчиняется ни одному закону, команде Робертса пришлось подписать некое соглашение, которое призвано было хоть как-то урегулировать отношения внутри команды. В нем говорилось, что любой имеет право голоса по важным вопросам, а также имеет право получить еду и равную долю спиртного, если таковые будут обнаружены на захваченном корабле. Также в нем было расписано, на какие доли награбленного доставались каждому из членов команды. Так, например, капитана рулевой получали по две доли каждый, боцман и канонир по полторы, а остальные офицеры по доле с четвертью. Каждому пирату вменялось в обязанность содержать в порядке свои вещи, оружие и сабли, готовыми к применению. На борту были строго запрещены игры на деньги. Восемь часов гасили свет. А если кто будет замечен в укрывании на борту женщины, наглецу грозила неминуемая смерть. Любой замеченный в воровстве из общего склада рискует быть брошенным на необитаемом острове. Разумеется, матросы могли воспротивиться таким строгим по меркам пиратов законам. Однако, где гарантия, что им будет легче с другим капитаном, Эдвард Лоу, который начал свою жизнь карманным воришкой на улицах Лондона, стал не просто очередным безумным преступником. Из всех известных пиратов ни один не смог подняться до уровня этого человека по своей жестокости. Вспоминал о нем один из летописцев той эпохи. В марте 1722 года команда Лоу высадилась на борт испанского корабля близ побережья Гондураса. В их руках оказались несколько пленных. И на вопрос, что с ними делать, они услышали однозначный ответ. Убить. Вслед за теми, кто бросился с аборт в надежде избежать столь плачевной участи, была выслана лодка. И по головам несчастных беглецов были нанесены смертельные удары. Жестокость Лоу росла с каждым разом. Во время очередного нападения он приказал своим людям привязать пленникам между пальцев рук горящие спички. Среди самых зверских его выходов вспоминает случай с капитаном одного корабля, который в надежде спасти свои деньги вывесил их за борт, чтобы потом просто сбросить в море. Рассверепевший пират приказал отрезать молчану губы, а потом зажарил их прямо на глазах несчастного. После чего Лоу издал приказ убить всю команду захваченного корабля, в которой насчитывалось 32 человека. Лоу был не одинок в своей жестокости. Некоторые пираты, для того, чтобы отыграться за нанесенные обиды, либо по угоду своей природной жестокости, могли просто выколоть глаза своим пленникам, либо выпороть до смерти плетьми, либо, как это любил делать капитан Спрингс из команды Лоу, заставить тех танцевать в кругу из горящих свечей, уворачиваясь от летящих в них со всех сторон ножей и вилок. Пока звучала музыка, пираты кололи и били свои жертвы, заставляя их двигаться до тех пор, пока бедняги не падали замертво. Пленникам пиратов пришлось пережить много различных издевательств. Одних заставляли пить ром в громадных количествах, других ставили перед выбором, пуля в лоб или исполнении пиратских песен. И остановить шайку, жаждущую веселья, было невозможно. Одна банда привязала пленного монаха за ноги и просто избивала прутьями. Что у них считалось простым развлечением, так как они были испанскими католиками, а не протестантами? Своей жестокостью отличался современник Моргана, французский пират Франко Лоланье. Ему ничего не стоило вырвать язык у своей жертвы или заставить беднягу съесть собственное сердце. Любые средства были хороши в получении информации о нахождении денег и товаров. В отличие от своих коллег Лоу не стал сдаваться на милость властей. В разгар схватки с Королевским флотом он просто-напросто бросил свою команду и судно и исчез. 19 июля 1723 25 членов его команды были повешены за пиратство. Самому молодому из них было всего 17. Лоу не было среди них. Похоже, хитриться удалось избежать правосудия. Золотая эра пиратства длилась около 70 лет, начиная с захвата Ямайки Британии, происходившего совершенно беспорядочно. Экспедиция, которая изначально направлялась в Латинскую Америку, сменила направление на Ямайку, который руководитель экспедиции посчитал более привлекательной. Несмотря на то, что теперь Британия обрела плод в Карибском бассейне, Ямайка сама нуждалась в защите, которую ей предоставляли охотники за пиратами, сами, нередко переходившие на сторону своих врагов. Однако были те, кто, как богатый плантатор из Барбадоса, Стив Боне, решил стать пиратом, чтобы удовлетворить свои амбиции. Он купил себе корабль и собрал команду из добровольцев. В марте 1718 года совершенно незнакомый с морским делом Боне познакомился с Черной Бородой, который тут же убедил Простака доверить управление кораблем человеку более опытному в этом вопросе. Несмотря на то, что спустя три месяца плантатор получил свой корабль обратно, его жизнь была окончательно сломлена. Беднягу повесили в Чаркстоне с букетом цветов в руках в знак прощения. Однако Боне был скорее исключением. Большинство пиратов вставали на этот скользкий путь по принуждению либо волею обстоятельств. Рост количества пиратов объяснялся потребностью Британии в новых опорных пунктах по основным торговым маршрутам и надежных оплотах против Испании и Франции, с которыми Англия находилась в постоянном конфликте. Когда появилась возможность решать проблемы политическим путем, необходимость в пиратах отпала. Однако, к сожалению, пиратство не закончило свое существование. Блэк Барт объяснил причины, которые заставляют многих выбрать жизненный путь под черным пиратским флагом. на честной службе тебя ждут ограничения во всем, скромный оклад и тяжелый труд. Пиратство дарит свободу, силу и вседозволенность. Кто осмелится сделать выбор в пользу смутных надежд, когда за право иметь все и сразу, наказание всего лишь петля на шее? Ну уж нет, я выбираю веселую жизнь, пусть и короткую. Автор сценария Хью Каминг Музыка группы The Kellers Продюсер Джерри Мейлер Производство компании Arts Magic Фильм озвучен по заказу клуба Другое кино Другое кино Своё плавание много известных пиратов. Даже в известном романе «Остров сокровищ» корабль Испаньола с известным одноногим коком длинноногим Джоном Сильвером отправился именно из Бристоля. Вудс Роджерс, сын морского капитана, был небезвольным чиновником, а опытным капитаном, отличавшимся необыкновенной стойкостью. Он вспоминал об одном из своих походов. Меня ранило прямо в левую щёку. Пуля прошла насквозь, снеся половину верхней челюсти. Несколько зубов рассыпались по палубе во время моего падения. Несмотря на это, он был назначен губернатором на Багамские острова с миссией освободить Карибский бассейн от пиратов, которым он сначала обещал амнистию. Подобные попытки избавиться от пиратов предпринимались и раньше, но не все они увенчались успехом. Так, например, 23 мая 1701 года, после 11 месяцев заключения капитан Кит покинул тюрьму Ньюгейт в Лондоне, чтобы проследовать вниз по Темзе мимо Тауэра, который видел не одну сотню казней, до Уупинга, где бедняга и был казнен. Здесь, на берегу Темзы, Уильям Кит зашел на деревянный шафот, воздвигнутый на территории подвластной одному лишь суду военно-морского министерства. Сейчас об этом событии напоминает лишь название одного из местных пабов – капитан Кит. Лои выставили для всеобщего обозрения на самом берегу, где его позор должны были смыть приливные волны. Кит стал последним пиратом, которого привезли к месту казни через весь мир. В 1700-м году, когда он уже находился под арестом, был издан указ, согласно которому для более эффективной борьбы с пиратством последних надлежало не возвращать в Англию, а вешать там, где злодеи были схвачены, разумеется, после суда. Теперь пираты уже не были в безопасности на территории, которую они считали своей. Теперь этой проблемой предстояло заниматься Вудсу Роджерсу, который пообещал амнистию всем, кто добровольно сдастся на милость властей и жестоко преследовал любого, кто откажется сложить оружие либо возьмется за него снова. Всего через пару месяцев после приезда на место своего назначения Роджерс получил возможность продемонстрировать свой подход к решению этой проблемы, когда на одном из небольших островов была обнаружена банда пиратов. Эти люди были признаны виновными в том, что воспользовались милостью короля, а потом все равно вернулись к прежнему ремеслу. За что в 10 часов утра 12 декабря все они были проведены по лестнице ведущей к стене, на которой установлены виселицы. По знаку палача помост опустился и все восемь остались висеть на канатах. Вскоре после приезда нового губернатора хорошо вооруженный корабль Джонатана Барнетта пустился в погоню за весельным судном. Поравнявшись с беглецом к исходу ночи, Барнетт поинтересовался, кто же был капитаном на том судне. В ответ услышал Джон Рэкхэм с Кубы. Рэкхэм также известный как на том месте, где сейчас красуются роскошные дома и дорогие офисы, когда-то беспощадно вешали пиратов, которых привозили сюда со всего света. Когда схватили Кида, говорят, от его былого богатства осталось лишь жалких 400 тысяч фунтов. В своем последнем слове к народу пират утверждал, что убийство, за которое его осудили на смерть, было совершеннейшей случайностью, но главное обвинение строилось на его занятии пиратством. Зеваки из толпы не догадывались, что человек, которого повесили публично в назидании другим, сам когда-то охотился за пиратами. Как часть соглашения с лордом Белламонтом, губернатором залива Массачусетс, который являлся влиятельным членом парламента, отправящий на тот момент партии, Киду была гарантирована свобода как лицу, наделенному доверием, призвать к ответу пиратов грабить и корсаров. Киду было также позволено изымать товары и деньги, каковые будут обнаружены на пиратском борту. Это назначение было подписано самим королем Вильямом Третьим, которому отходило 10% изъятого Кидом. Однако последний слегка превысил свои полномочия, начав нападение и грабеж вражеских кораблей. Когда бедняги пришлось предстать перед смертью, его былых политических сторонников и след простыл. зловещая петля начала затягиваться на шее пирата и тот начал отчаянно извиваться. Веревка не выдержала и лопнула. На сей раз он выжил, однако ненадолго. Он был повешен на рее. Но его позор на этом не кончился. Когда труп вынули из петли, его облили с молчей, пойманными и казненными после справедливого суда, они навсегда остались в умах простого народа. В 1716 году с золотых песчаных пляжей Багам, которые сегодня оккупировали туристические прогулочные лодки, в британское правительство была направлена слезная просьба. Однако к действию власти побудили вовсе немногочисленные набеги испанцев на местные поселения или на корабли местных купцов и рыбаков. Гораздо больше волнений вызывало соседство настоящей пиратской колонии на острове Провиденс, всего в каких-нибудь 28 милях от Багам, которое не подчинялось ни одному государству. Эта проблема приобрела критические размеры. Количество пиратов настолько возросло, что они заполонили не только море облизь Ямайки, но и сместились севернее. Если не будет предпринято экстренных мер, под угрозой срыва окажется любая торговая деятельность Великобритании жителями Северной Америки. В ответ на это заявление правительство Британии обещало помилование всем добровольно сдавшимся пиратам. Однако эта мера не принесла должного результата. Следующим шагом стал приказ всем командирам и офицерам хватать и арестовывать тех пиратов, которые отказываются добровольно сдаваться. Для выполнения этого распоряжения были выделены специальные силы. 11 апреля 1718 года из Бристоля отплыл на своем корабле капитан Вудс Роджерс. Из того же самого порта в свое время обычными матросами на торговых суднах, которые после они небезуспешно грабили, начали срывы. Пираты Карибского моря Золотая эра Благодаря произведениям литературы и фильмам пираты Карибского моря предстают как мифические бесстрашные герои, либо как злобные головорезы, извергающие проклятия, чьи стальные протезы вместо рук и деревянной костыли, легенды о зарытых сокровищах, черной флаге с изображением черепа с перекрещенными костями, и песни о 15 моряках и сундуке мертвеца по-прежнему занимают детское воображение. Но пираты это реально жившие в 17-18 веках люди, которые совершали нападения на торговые корабли, перевозившие товары по бассейну Карибского моря из колонии нового света. Легенды об их злодеяниях давно пережили их. Многие из них были всего лишь мелкими воришками, авантюристами, которые плавали на ворованных кораблях, жалкие хулиганы больших морей. Другие были известными злодеями, чьи поступки еще сильнее разлагали их человеческий облик, не принося ни счастья, ни богатства. Все награбленное золото они тратили на выпивку и увеселение, но были те, кого выйти в море заставило бедность и желание обеспечить себе маломальски приличное существование. Однако, зачастую их попытки приводили к еще более тяжелой судьбе. так же, как и их современники, воры из большой дороги или американские бандиты 20-го столетия, самые известные пираты были самозванными антигероями, которые пользовались своей славой, но, будучи